Поезд-автомат. В московском метро запустили новый состав. Он может двигаться без участия человека. На поезде прокатилась Маргарита Грылова. Это автопилот решил, что надо отправляться? Нет, да я решил. Пока еще машинист дает команду вперед. В будущем все может измениться. В кабине у Виктора совершенно новая система управления. Она может отправить состав в путь и без машиниста. В мозге новой системы скрыты под панелью. Автопилот сам корректирует разгон и сам останавливает состав. Причем делает это более плавно. Чем ближе к станции, тем меньше скорость. Машинист уже не тормозит вручную. За него все делает автоматика. Она выполняет рутинные операции, которые в течение смены делает человек. На тот же автомат на машине, когда пересаживаешься, больше времени на отслеживание ситуации. Посмотреть, что впереди, какая опасность возникает. Собирали автопилот-разработчики из Жуковска. Комплектующие старались выбирать отечественные. Точную сумму расходов не говорят, но уверяют, на цене проезда затраты не отразятся. Поезда без машинистов это дело далекого будущего, чтобы система управления заработала абсолютно без помощи человек. Сначала нужно все платформы оборудовать специальной защитной стеной, чтобы пассажиры, особенно в часы пик, не брали штурмом вагоны. Сейчас же у системы нет глаз. Всю ситуацию оценивает сам машинист. Он и дает команды, когда открывать, а когда закрывать двери. Пока только один состав и тот под чутким руководством человека курсирует на кольцевой линии метро. Пассажиры разницы не видят, но новшества не все встречают воодушевленно. Я больше верю в все-таки человеку, а не автоматике. Наверное, положительно. Я думаю. Я не особо доверяю автоматизации. Если это безопасно, нормально. А если это опасно, сложно сказать. К лету еще два умных состава выйдут на линии метро. Сейчас поезда тестируют человека и машины учат понимать друг друга. Маргарита Грылова, Александр Александров, Андрея Некеев, МИР24. Поезд с автопилотом тестируется и на Калининско-Солнцевской ветке московского метро. Но, правда, пока без пассажиров. Редактор субтитров А.Семкин